Задолженность лабытнанцев за коммунальные услуги имеет тенденцию к росту. На 1 января текущего года долги населения за отопление водоснабжения и водоотведение составили сумму, превышающую 165 миллионов рублей. Этот факт ставит в сложное финансовое положение, оказывающее эти услуги предприятие «Теплоэнергетик», которое пытается активизировать работу по собираемости платежей. С юридическими лицами особых проблем нет. Практически все бюджетные организации и учреждения долги за прошлый год погасили. Исключение – городской военкомат, суммарная задолженность по которому составляет порядка миллиона рублей. По остальным бюджетникам картинка более-менее нормальная. Были задержки, конечно, но тем не менее, я же говорю, к концу года картина общая улучшилась. И если так говорить по проценту сборов, то мы вышли на 95% собираемости. А вот население, то есть лица физически, не может поставить себе в заслугу такую платежную дисциплину. Вообще-то, процент собираемости платежей с населения в 2014 году по теплоэнергетику выражается вполне приличной цифрой – 92. Если в рублях – это 25 миллионов. Примерно. Сумма месячных начислений, которую теплоэнергетик вносит в наши лицевые счета. Значит, в 2014 году месяц мы не платили ни за воду, ни за канализацию, ни за отопление. Но дело в том, что такая же ситуация была и в прошлом году, и в позапрошлом, и 10 лет назад. И вот за все эти годы сумма задолженности приняла, можно сказать, астрономические размеры. Общая дебиторская задолженность населения на сегодняшний день, на 1 января, мы подбили 165 миллионов рублей. И цифра очень внушительная. Соответственно, у нас возникли вот такие проблемы с оплатой нашей кредиторки. На сегодняшний день кредиторская задолженность, единственное предприятие, обеспечивающее город теплом и водой, составляет 59 миллионов рублей. Чтобы не остаться самим без топлива и электричества, и тем самым не оставить город без тепла и воды, сотрудники предприятия ведут сложную переписку с деловыми партнерами. Пишут гарантийные письма и ожидают субсидии из округа. Инвестиционные программы теплоэнергетика, их реализация тоже под вопросом. При том, что необходимые средства для нормальной работы, для развития дальнейших инвестиций, вроде бы как и есть. Просто мы не донесли эти деньги до расчетно-кассового центра. 165 миллионов. Некоторые мероприятия к сокращению дебиторской задолженности намечены в ходе декабрьских совещаний, которые проводил первый заместитель главы администрации города. В частности, говорилось об ограничениях по переселению в новостройки. Граждан, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг по прежним адресам. Тогда же была достигнута предварительная договоренность об оплате коммунальных услуг в пустующем муниципальном жилье. Относительно новой формы работы по взысканию просроченных платежей – это совместные рейды с сотрудниками службы судебных приставов. В декабре проведено три таких рейда, на январь запланировано два, на февраль – четыре. В течение минувшего года неплательщикам вынесено приблизительно три тысячи предупреждений на 43 миллиона рублей, погашено 7 миллионов. Заключено более сотни договоров о реструктуризации задолженности на 4,5 миллиона рублей, погашен миллион. По судебным искам взыскано более 12 миллионов рублей. Самым радикальным, но не самым эффективным способом взыскания просроченной задолженности стало отключение 17 квартир от канализации. На этих квартирах повисло долга на 2,5 миллиона, вернуть удалось всего 125 тысяч. Всего же с применением всех возможных мировоздействий теплоэнергетику удалось взыскать долгов на сумму немногим больше 20 миллионов рублей. В декабре, кстати, уровень собираемости платежей был хорошим, но пока трудно сказать, связаны ли это обстоятельства с активизацией работы по повышению платежной дисциплины. Активизацию сложно оценить, но если говорить конкретно оплату по декабрю, у нас сборы в декабре составляют 118%. В этом результате, конечно, доля активизации тоже есть, но, скорее всего, решающую роль в его достижении сыграла единственная для всякого нормального человека войти в Новый год без старых долгов. В декабре 2013 года, к примеру, уровень собираемости платежей был аж 133%. Татьяна Швец, Игорь Борисов, Григорий Волков. Программа «Время местное».